День второй. Всем привет! Привет-привет тем, кто решил после первого дня посмотреть день второй. Если вы с нами, то мы счастливы. Так, что у нас сегодня на повестке дня? Комфорт, обстановка. Почему-то сразу хочется петь обстановка по кайфу. То есть мы сегодня будем говорить, почему наши студенты полюбили онлайн занятия, и я еще расскажу, как я организовала дистанционное обучение без Zoom. Да, и будем говорить, в принципе, о важности комфортной обстановки на занятии, где бы она ни была, где бы это занятие ни проходило. Ну, давай начнем с маленькой... Да, давайте начнем немножко с фана. Фана, которую любят все студенты. Это, я сама его обожаю, это каляки-маляки. Любите ли мне рисовать так, как люблю, это я. У меня все обожают. Да, давайте начнем с фанатом. Давайте начнем с фанатом. Галя, что у тебя есть для завтрак? Можете ли ты его рисовать в кругах? Да. Вы можете использовать круги. Я буду. Я буду. Где мои панцы? Да, здесь они. И этот панец. Вау! Я думаю, что это не очень вкусно здесь, но... Это очень вкусно. Но это было. Вы не будете думать. Вы не будете думать. У меня есть домашний панец? Нет. Я люблю панец, но... Вы думаете, что я добавляю столько панец? Нет, я не знаю. Это выглядит как панец. Это панец. Да. Лиза, я думаю, что вы не будете думать, потому что я думаю, что это в русском, что это грузинчик. О, Господи, что это? Грузинчик. Я создавал, что вы способны. Я написал свое место. Но это у меня с собой начали. Вау. Вау, милая, милая. Довая, каждая... Очень высокая наф partir, но всё равно. Это будет очень-очень itself, да? Да. Да. Это было слишком много, что я бы сказала. Но, как я наблюдаю время, не было времени для приготовления, но я просто закончил ежедневный вечер. Хорошо, что у нас есть лето овощи для приготовления. Хорошо. Хорошо. Думаю, что у меня есть. Это очень большая плата. И на этой платы, что выглядит вот так. Много цвета. lots of circles some grapes and some a bit bigger pieces of something something it looks like some berries oh yes it's true yeah berries okay it's summer so probably some uh raspberry gooseberry if if i could i would uh cherry yes 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 and definitely you add something not just cherries and it's not meat no no it's not me so probably i think it's uh cottages oh yes you're right what is it quite traditional breakfast yeah your breakfast was much better than mine so maybe yours was tastier just a bit ashamed okay thank you galina that's a lot значит да сегодня мы показали еще одну да еще одну любимость фишечку да что что позволительно делать на занятия онлайн что я даже думаю в офисе ребята тоже очень любит рисовать когда допускаешь до доски с маркерами то здесь уже начинается что говорить я сама обожаю я сама рисовать здесь здесь проще стереть и у меня еще есть плячка фишек мы когда только начинали было непонятно кто что рисует да есть такие классные задания когда нужно рисовать я читаю что-то они рисуют не знали да вдруг кто-то рисует там же где другой переживали но с компьютера все-таки удобнее чем с телефона потому что на телефоне маленький экран что мы делали мы просто распределили маркеры там ты зеленый ты красный ты синий и по ходу рассказа ты должен рисовать только то что синяя то есть если я сказала sky рисует один человек потому что у него синий фломастер на отлично это так прикольно когда все появляется одновременно да то есть ну кто-то рисует там зеленым он будет рисовать траву деревья там и так далее ну прикольное задание все обожают визуализация отличная вещь чтобы сохранить слово не через перевод а через образ абсолютно верно и этот классный у меня потому что ты сразу вовлекаешься ты в этот момент не думаешь как это сказать да ты начинаешь рисовать люди начинают отгадывать и сам не замечаешь как ты уже разговариваешь потому что нужно ну есть проблема да то есть нужно об этом говорить окей проблемы есть проблемы я в неправильные завтраки я стараюсь я работаю с собой да сегодня будем кстати мы не зря начали говорить о еде потому что потому что день 1 2 говорим об комфортной обстановке и для меня как для преподавателя всегда стоял проблема номер один в каком состоянии ко мне пришел ученик на занятия но каком состоянии я имею ввиду голоден или не голоден уставший не уставший выспался не выспался свободно ли у него голова от мыслей поэтому еще галя мокрые ноги и дай бог многие да точно если не пугать поэтому когда они приходят после школьных занятий они бегут и привычки брать с собой какую-то собойку принципе у детей нет поэтому начиная занятия я задавал один тот же вопрос вы голодные и всегда у меня где-нибудь находились в скажем так моих запасов печеньки конфетки или что-нибудь похоже чтобы я могла скажем утолить их голод и начать занятия уже с людьми у которых так запущен мозг и они думают о том как поесть когда работаешь в онлайн конечно эта проблема закрывается автоматически потому что достаточно пяти десяти минут чтобы забежать на кухню и приготовить себе какой-то перекус даже позволительно сидеть на занятии с чашечкой чая что очень комфортно и уютно второй момент комфортной обстановки это время которое студенты перестали тратить на на передвижение на пересекать расстояние особенно если дети живут в отдаленных районах а есть у меня пример студентки которая не то чтобы в отдаленном районе она жила за 40 километрах живет за 40 километров от витебска в льозно и целый год целый год два раза в неделю она приезжала ко мне на занятия вот это знание я называю да и наверное самое ценное было услышать в этом году от ее от ее мамы что еще три ребенка из льозно ко мне приедут в этом году но благодаря дистанционке опять-таки мы сохранили занятия мы могли продолжить работать скажем так нормальным режиме это говоря о тех студентов которые были благодаря дистанционном обучении открыл от для меня лично открылся целый новый пласт студентов о которых бы я никогда до этого не думала это люди которые живут других городах вдруг в других странах боже это интересно да когда из разных когда не все правительство тебе рассказывают а вот абсолютно потому что очень много ну очень много тем построена но на реалиях нашей жизни это транспорт работа отдых кафе там ну и так далее то есть мы эти темы затрагиваем в рамках определенных грамматических структур и когда ты не видевски да говоришь об одном и том же это и так понятно и говорить особо не хочется уже об этом и действительно становится интересно услышать а каково же там да может там действительно трава трава зеленее по ту сторону забора поэтому конечно решился вопрос то что решился это не это деятельности открылась новые новые возможности для корпоративных клиентов потому что в рабочее время когда мы занимались это все равно люди которые половину скажем так половину где-то правильно выразиться частично еще мыслями в работе на занятии да и мысли в работе и мы смогли заниматься в вечернее время 8 9 вечера потому что в другой ситуации принципе просто эти занятия пропали из-за отсутствия возможности работать в офисе мы просто прекратили а когда работаешь с корпоративным клиентом то здесь вопрос английского не не из разряда хочу интересно нравится не нравится стоит конкретная задача и завтра может поступить звонок от зарубежного партнера и тебе нужно на него ответить кстати тоже хочу отдельно об этом потом сделаю если позволишь я добавлю вот тоже мой личный опыт связанные с людьми которые работают когда началась пандемия так оказалось что у меня многие студенты связаны с медициной кто-то медсестра есть студенты которые учатся и вышли на практику в это время и они мне скажут сказали что если бы мы не перешли онлайн мы бы пропустили эти занятия пока мы занимались в офисе все блоки девчонки выходили в эфир одеты в эти скафандры в маске они просто закрывались кабинете присутствовали на занятии полтора часа да потом шли дежурить дальше заниматься своими делами или например у меня студентка которая мама да которая не может например некуда ребенка деть не с кем оставить она выходила на улицу ребенок песочнице она с нами в эфире и я не могу сказать что от этого пострадали какие-то занятия на что-то пропустила для главное что это оказалось удобно для нее хорошая хорошая возможность для тех кто едет в отпуск в это время они работали в группах будучи в отпуске люди тоже находят места время чтобы уделить какой-то какой-то часть времени английском потому что потому что всем говорю нужна система и регулярная работа потому что в эти вот импульсивные занятия или подходы к английскому да сегодня делаю все смотрю все сайты а завтра ничего нет размеренная системная работа по чуть-чуть она только имеет место быть и правильно я думаю что для многих людей которые хотят учить английский а на самом деле вот важна как ты говоришь регулярность а еще кто-то кто тебя дернет постучиться к тебе привет час английского да потому что это стимулирует этот ставит какие-то границы а когда можно идти можно не идти можно включить можно не включить ну как правило люди забрасывают язык да или вообще на самом деле я сегодня английский язык есть в свободном доступе есть куча онлайн готовых уроков которые сиди смотри но людям нужно конкретика то есть вот сегодня сделай вот это когда это вот они теряются скажем так просторок интернета и не сами не понимаешь что этим делать нужна четкая система и порционная подача информации сегодня и обратная связь так и обратная связь однозначно ну и конечно говорение кстати о чем хотел сказать что проблема которая кстати возникла с работой онлайн ты не всегда можешь проверить насколько ребенок вовлечен и не параллельно ли открыто у него на экране какое-то другое окошечко где он играет игры например потому что по взгляду ты не уловишь а с другой стороны это его не видишь друг другую сторону экрана поэтому здесь стоит большая задача учителя репетитора сделать занятие максимально насыщенным и что для меня насыщенность в первую очередь это чередование чередование разных форм работы и в которых ребенок если он где-то выпадет он это будет сразу же чувствуется для него для учителя то есть чтобы не было формы работы один человек поднял руку остальные все сидят им не совершенно не интересно то есть мне кажется про такую форму работы нужно забыть напрочь потому что теряется время да здесь ну в следующем наверное да каком-то дней расскажут о каких вещах какими конкретно да 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 мы с тобой там планировали как как мы выкручиваемся чтобы все говорили а но при этом ну не одновременно и внимание учителя было посвящено каждому так перехожу я да да лиза я сегодня у тебя еще про ты говоришь о дистанционке да я называю это онлайн поддержка ну смотри я думаю что об этом важно сказать потому что когда коснулась дистанционка школы мы были в растерянности на самом деле допустим все бы перешли в зум это значит что ребенок должен сидеть 6 часов подряд за компьютером или если например в семье двое детей а то и трое которые должны заниматься одновременно как выкручиваться да то есть зум не решил наши все проблемы в этот момент именно если мы говорим о всеобщем образовании вот я бы тут хотела говорить и как преподаватель и как мама да что я заметила во время этой дистанционки я можно секундочку что заметил со стороны дети просто умирали от перегруза я об этом скажу я вот выбирали себе формулу и хочу об этом сказать да мне просто очень интересно взгляд изнутри потому что я видела снаружи только по отзывам детей взгляд изнутри на это все да я смотрела как это давалось моему ребенку ну и исходя из этого организова организовывала свои уроки во-первых я посчитала что если нет у всех возможности выйти зум все равно же можно поддерживать какой-то контакт на позже там день я расскажу как именно и что я делаю какие домашние задания сегодня чисто про форму расскажу да как я как учитель организовала первое я поняла что здесь не годится форма лекции если например вдруг будут преподаватели вузов нам нас слушать да форма лекции не годится для онлайн обучения я имею ввиду формат когда я читаю лекцию все присутствуют 25 людей конечно если ваша задача не просто прочитать лекцию а контролировать их присутствие ну окей хотя как я вижу моя дочь занималась она студентка не обязательно было включать видео и студенты даже если непонятно чем ты занят да совершенно верно то есть это это не дело то есть если какая-то лекция это должен быть какой-то интерактив постоянно ну я не знаю там каждые пять минут просить их обратную связь показать реакцию или что-то чтобы подтвердить что они здесь вообще есть ну либо мне кажется такие вещи можно хранить в записи да я хотела да про это сказать что если вам не обязательно присутствует студентов вы можете записать им и разослать они могут это послушать пойти заниматься спортом и при этом слушать ваши лекции в мире и это окей и в удобное для них время и кстати в удобной для них скорости абсолютно потому что для меня темп речи многих людей настолько медленный что я просто не воспринимаю я всегда делаю ускорение видео чтобы ну чтобы мне было понятнее да я кстати тоже так делаю ну действительно Может быть, наше видео тоже кто-то ускорит, но это позволительно. Да, что ещё насчёт видео? В некоторых школах было принято решение, что учителя запишут какой-то материал и разошлют детям, или ими этими материалами смогут пользоваться ученики не только этой школы, а по всей республике, например. Ну, что, например, с моим ребёнком не сработало? Вот прислали ему, например, материал, ну не помню по какому предмету, ну, например, по математике, да, он заходит, а там женщина ведёт, ну, довольно пожилая, и она его раздражает, то есть это не его учитель. Ребёнок должен делать то, что он, например, он не любит математику, да, он и так должен приложить усилия. И эту женщину, она говорит, он не воспринимает вообще. Мы выкручивались, я слушала, потом мы с ним обсуждали, то есть я была в роли учителя. Но я думаю, что не всем родителям такая роль нравится, плюс не у всех есть возможность посвятить учёбе ребёнка время. И поэтому какой я сделала вывод, что либо вы сами со своими детьми, допустим, это видео, но всё равно там будете вы, у вас авторитет у этих детей, да, плюс вы должны, когда детям задаёте что-то, давать им дедлайн. Нельзя так давать, ай, ну, послушайте, ай, ну, сделайте, да. Они должны знать каждый раз, зачем они смотрят это видео. Я смотрю это видео, чтобы выписать два предложения, окей. Или я смотрю это видео, чтобы решить вот это уравнение. Если это просто там, ну, это тема, ну, там, растения, животные Беларуси и ни о чём, они это смотреть просто не будут. То есть важны чёткие информации. Ну, мне кажется, с точки зрения английского языка, ну, видео работает с грамматическим материалом. То есть если нужно объяснить, как работает определённая грамматическая структура, и можно параллельно, да, делать какие-то объ... Потому что грамматику, как из моего опыта, нужно просто понятно объяснить, как строится определённая структура. Я согласна. И я сейчас говорю о том, что, в общем-то, проблемы нет, чтобы найти того, кто тебе объяснит понятно. Забей тему, и у тебя на ютубере будет 50 человек, которые тебе это объяснят. То есть это не проблема. Проблема в другом. Проблема в том, чтобы дети что-то сделали с этим. Просто посмотрите, что-то сделали. И вот задача учителя на дистанционке — задать им эту задачу, поставить ему задачу и получить от них, от детей, какой-то ответ чёткий. Вот. По поводу домашки и сеттинга. Я так считаю, что если дети делают что-то дома, это уже домашка. Нельзя разделять. Вот дети должны 45 минут учителя слушать, как если бы это было в офлайн, а потом ещё 30 минут делать домашку. Наверное, вот отсюда и получился вот этот вот двойной. Это катастрофа. Я для себя такую формулу выработала. Если я сегодня с ними в Zoom общаюсь, то да, это полноценный урок, и домашка, как раньше была бы, да, на 20, например, минут что-то поделать. Но если я с ними не выходила в Zoom, если мы час с ними не работали, то всё, что я им дала, это домашка. А это значит, что она не должна занимать у них больше 40 минут. Ну, даже в условиях дистанционки. Вот. С какой проблемой я столкнулась и что мне помогло её решить, это где размещать материалы. Нам предложили Google Диск, но там получается, что материалы должны быть отдельным файлом аудио, отдельным файлом текст. Ну, очень неудобная форма. Очень, очень неудобная. Очень удобная. Очень долго всё загружается, очень долго всё происходит. Как-то мне не впечатлило. Да, значит, ну вот что нам предлагали. Я думаю, что коллеги знают эти сайты. Значит, здесь были сайты, где можно найти материалы, и сейчас они сделали их интерактивными. То есть, например, ты открываешь какой-то worksheet, вставляешь туда там какие-то ISMR, и он тут же тебя проверяет. Ну, прекрасно, да? Но, опять же, вот мне как учителю готовиться к уроку, пока я найду это, пока я посмотрю, а вдруг там не соответствует лексика той, которую я прохожу, да? Или мне самой создавать этот worksheet. Это реально много времени. Стоит ли того, если мой ребёнок потом за одну минуту это сделает? И хуже всего, что если потом мне это ещё и не пригодится. Я сидела целый час, ну, пустую потраченное время. Здесь есть сайты, которые предлагали, ну, вот, квизы и квизлиты, да, там, где такие всякие интерактивные задания, или они на время, там, ну, они как тесты, грубо говоря, там, ты пик-пик-пик. Ну, опять, с чём я столкнулась? Что материал учебника был один, ну, вот как моему сыну задавали, да, а квиз они кинули, там не было того, что было в учебнике. Кстати, Лиза, на секундочку, буквально с сегодняшнего дня информация, с сегодняшнего дня информация, мне кажется, уже вещь, которая будет задействовать современные учебники, да, которые предлагают уже разные издательства, у них уже идёт всё это онлайн, онлайн-ресурс. Это ты говоришь про изурбежные учебники. Да, где не нужно переживать, подходит ли это к теме урока и с тем ли вы работали до этого. Согласна, ну, смотри, там тебе нужно купить teachers' book, teachers' book, реальную teachers' book, ты знаешь, они не дешёвые. Там будет доступ. А, нет, только учебник, только students' book нужно купить, чтобы получить код доступа. Видимо, это смотря какое издание и смотря какое, потому что по-разному бывает. Они делают апгрейд, буквально сегодня разговаривал с Лексисом, они делают новые, уже, новые, скажем так, более удобные формы работы, потому что они тоже ловят волну. Ну, я имею в виду не дешёвые, а обязательно. Ну, с English File тоже они предлагают, эти задания уже там висят, если не English File. Но если говорить, например, про образование в школах, это не то. Итак, про квизы скажу пару слов, что информация в учебнике, информация в этом квизе, это была разная информация. Или приходилось прямо во время квиза гуглить, но там бежит время, и ты лузер получаете, да, или, ну, откуда я знаю, что в этом квизе будет. Вот, всякие там штучки на World Wall, опять эти activities, или там можно свои создавать. Я здесь применяла такой подход, что если я потрачу на это больше времени, чем мои ученики, я этим заниматься не буду. Ну, для меня, на самом деле, все эти вещи, которые предлагают, и все эти интерактивные worksheet, очень много времени уходит, который я могу использовать другие формы работы, используя просто учебник. Мне не надо создавать, мне не нужен этот вот, скажем так, онлайн-форма. Мне достаточно учебника и инструментов Zoom. И я из любого текста могу сделать готовые для себя уже упражнения. Ну, об этом очень... Да, я об этом всем хочу рассказать, потому что я считаю, что каждая минута должна быть задействована максимально эффективно. И сама терпеть не могу долгие ожидания или долгую работу ради там одного какого-нибудь несчастного словца. Да, вот я себе записала, что если, например, кто-то из вас сейчас видит эти ресурсы, думает, боже, я ничего не знаю, не парьтесь, ребята, задайте себе вопрос. Первое. Сколько потрачу я время на это, а сколько мы ученик? Если ваше время в три раза превышает или больше, не занимайтесь этой ерундой. На самом деле... Второе. Сколько дети будут говорить? Вот я вам сейчас тут задам прекрасное задание, там будет всё крутиться, вертеться и подпрыгивать, но сколько мы будут говорить. Если это просто для фана, ну, возможно, это того не стоит. То есть, опять-таки, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего дня, сегодняшнего записи, пальцем нарисовать на экране, извините, какую-то завитушку, больше разговора получится, нежели мы будем лазить по этим ресурсам. Да, абсолютно верно. Ну, и третий вопрос, это каких целей я достигну? Ну, если средства как бы оправдывают, ну, окей, но если средства не оправдывают, я потратила кучу времени, активити заняло меньше времени на уроке, чем я потратила, и цель не достигнута, мои дети не стали говорить, они просто смотрели и тыкали кнопочку, и слова не сказали. Да, 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 абсолютно согласна. Поэтому это всё вроде весело и задорно, интересно, но нам же нужен результат, нам нужно говорение. Абсолютно верно. И вот здесь вот красненьким я выделила электронные доски. Сейчас везде раскручивают Миро, ну, вот, Дескал, Парлик. Что я для себя поняла? Ну, например, это доска, это Миро. Там много всяких функций, там ещё посиди, разберись. Но зачем она мне на уроке? Зачем она? Это чтобы дети могли перетаскивать картинки. Ну, ребята, это можно сделать с презентацией или на белой доске, как мы сейчас продемонстрировали с Галиной. Нарисовать закорючку, и будет больше разговоров. Да, и очень легко из готового учебника, с которым вы привыкли работать, набросать тех же картинок. И здесь же, ну, пусть вы их не перетащите, а вы просто стрелочками быстренько обсуждаются, это всё соберёте. Абсолютно верно. Значит, мне понравилась одна доска, и я использовала её на своих занятиях, но тоже вот не знаю, чиполезла, что называется. Вот так выглядел дистанционный урок, который я отправляла своим студентам. Во-первых, красивенько выглядит. Да. Во-вторых, ну, сейчас я зашла в режиме как автор, да, здесь можно, ну, вот, тыкнуть на любую картинку, да, и она... Гранит большой. То, что это так выглядит, это не значит, что оно всё маленькое. Всё увеличивается. Так, значит, что я могла здесь разместить? Текст, картинка. Дальше, здесь картинка с заданием плюс аудио, то есть ты тыкаешь и сразу играет. Задание и аудио. Я размещала так, чтобы можно было себя проверить сначала, ну, вот, это, типа, мы вспоминаем вокабуляр по теме, да, сделали задание, проверили себе, сделали задание, проверили. Дальше, лысный. Знакомый English файл, да. Да, здесь я просто, сейчас скажу, я потеряла все свои уроки, которые делала. Почему? Потому что, когда я зарегистрировалась, они мне предложили какую-то там функцию, я не вчиталась, честно. Вот у нас там месячный трайл. Я думаю, а, ну, классно, посмотрю, как всё работает. И когда закончился месяц, они заблокировали, то есть не только доступ моим студентам, но и мне, я не могу зайти... Заблокировали, Лиза, и продали твои уроки. Ну, они хотят их продать мне, просят, чтобы я заплатила за следующий, чтобы получить к ним доступ, ну... Есть ли не секрет, есть ли не секрет, стоимость какая была? Ой, слушай, ну, надо тыкнуть, и они там скажут. Ну, я не хочу за это платить, честно. Почему? Потому что я не знаю, смогу ли я этим, нужно ли мне это дальше, в дальнейшем. Потому что такой же формы, да, в принципе, да, такой же картинка плюс аудиофайл я всегда пользуюсь, когда отправляю домашку в группе Viber. Понятно, что это, наверное, не столь красочно, то есть у меня нет красивого фона, но смысл тот же. Картинка и рядом приложен файл. Ну, а смотри, а я, получается, что отправляла, у меня там, например, в школе три группы, да, я отправляла в электронный дневник ссылку на этот Padlet, а выполняли они и скидывали мне уже на Google Диск. Ну, это было удобно для обратной связи. Значит, я показала, что здесь и текст, может быть, размещен, и аудио, здесь можно было прямую ссылку на YouTube. У меня были такие уроки, где ссылка на YouTube, это быстро делается, да, и что еще здесь можно было? А, здесь можно, например, если работаешь индивидуально или с детьми, размещать этот, ну, по сути, это план моего урока, да, а потом, например, дети что-то делают, и ты прикрепляешь сюда еще и их работы. Ну, например, ты их попросила там какую-то картиночку нарисовать, потом хоп-хоп-хоп прикрепила. Это классно, что родители могут тоже это видеть и контролировать, да, они знают, что у детей, ну, я про малышей говорю, что у детей было сегодня на уроке, как с этим справились другие дети. Любимая задача, цель сын маминой подруги. Абсолютно верно. Я, если кому-то надо, я подробно могу рассказать по поводу, как размещать материалы, вот я разместила таким образом. Здесь еще можно перетягивать, там было timeline, здесь еще можно размещать задания с голосованиями, sum up, sum down. Здесь можно их просто кидать, и они могут, например, ты хочешь, чтобы они одновременно что-то там написали. Но, опять же, насколько это оправдано. Если с этим справляется презентация, я выберу презентацию. Да, на самом деле, через презентацию. Я выберу доску в зуме, зачем мне их куда-то отправлять? Ну, на сегодняшний день. Это верно, потому что, да, какой из этого получится, извините за выражение, выхлоп? Что мы будем иметь в итоге? Вот, ну и как размещать материал, как там фотографировать, как брать картинку, как брать аудио? Это мы расскажем, когда будем говорить, как мы адаптировали. Да, потому что, мне кажется, для старта, для начала репетитору освоить эту работу с презентациями, потому что там буквально несколько функций, которые нужно быстро пользоваться. И, поверьте, вы можете занятие наклепать, скажем так, за 15 минут до его начала, используя любимейший ваш учебник, потому что в большинстве своем они есть в PDF-формате уже готовые. И это все быстро, вы перелистывая слайды, меняете быстренько формат работы, возвращаетесь, даже один и тот же слайд можете задействовать в разных формах работы. Поэтому, да, я согласна, что очень много классных вещей, но работает то, что работает, да, то есть то, что просто и эффективно. Для того, что, мне кажется, просто, мне кажется, для того, чтобы работать в том же онлайне, каждому преподавателю нужно найти хотя бы 3-4 формы работы, которые будут удачными. Вот то, как вы материал преподносите, а потом уже менять их, скажем так, какие-то разные начиночки делать, это уже дело опыта и времени. Ну, когда все стоит на рельсах, да, а когда для тебя все новое и все непонятное, а еще ты видишь, что коллеги и этим пользуются, и этим пользуются, думаешь, ну, все, я пропала, я лузер. Ну, на самом деле это не так. Если вы пользуетесь чем-то одним или двумя, вы уже исправляетесь с задачами учебными, то не стоит думать о том, боже, какой выбор, а я не знаю. Может, это не стоит того. Да, потому что вопрос выбор, кстати, да, все равно вы придете к нескольким вещам, которым будете пользоваться постоянно. Я хотела одну секунду только еще про вот эту доску падли, да, и там была еще похожая доска Dextel. Дело в том, что падл, если используешь, не надо регистрироваться, ты скинула, и все зашли. А вот эта вторая доска Dextel, там нужно было регистрироваться, и вот я участвовала в семинаре, я там зарегистрировалась, и когда зашла через какое-то время, я вижу, что все, кто зарегистрировался, я вижу все их имейлы, все их данные. Мне кажется, это не Комельфо. Ну, так нельзя. Это, получается, ты выложила в доступ, и теперь спамеры тебе закидают. Как-то так. Ну что, заканчиваем, да? Да, заканчиваем. Ну, опять-таки, хотелось бы, есть вопросы, которые будут конкретно по формам работы, ну, вы, конечно, там можете их сдавать, но у нас будет готовый отдельный день для этого, то есть мы в отдельном дню покажем, как, допустим, покажу, как работаю я с презентациями, вот, поэтому здесь эта тема будет более открыта на следующий день. Да, и что можно сделать с учебником, ну, опять же, наверное, в Zoom мы вернемся, потому что мы все-таки про реальные уроки, а не любовь по переписке, да, рассказываем. Да, я называю это онлайн-поддержка, потому что, да, вначале как-то пыталась вот все это подстроиться, и какие-то задания просто, да, вот в таком режиме, не через платформы, а через просто вайбер-группы, что тоже для меня оказалось удобным. Кстати, вайбер-группы, вайбер нужно задействовать еще... Ну, мы расскажем позже, сегодня уже время подходит. Все, хорошо, спасибо, Лиза. Даже сегодня, скажем так, в записи я узнала еще просто для себя что-то новое от себя, поэтому очень хочу, чтобы сообщество преподавателей стало каким-то дружным, где мы могли бы действительно не стесняться, не бояться друг у друга учиться, потому что что для одного просто, для другого целое открытие. Ну все, всем пока тогда, да? Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...